всем привет друзья с вами канал аль пачино сегодня я вам покажу несколько классных и полезных инструментов которые пригодятся я думаю в мастерскую каждому мужчине и каждому самодельщику их вообще этому человеку у которого руки растут с нужного места заказал я эти такие полезные инструменты в магазине new chick они у нас в принципе есть в магазинах но цены на эти инструменты немножко выше чем в магазине в китае я решил пойти в китае заказать заодно и протестировать какое качество этих инструментов и покажу вам мне кажется что инструмент будет вам интересный и полезный но если вы женщина например а не мужчина то зовите своего мужика и пусть он смотрит это видео и возможно ему что-то понравится приятного просмотра сначала рассмотрим какие пришли ступенчатые сверла если кто не знает то такие сверла предназначены для получения больших отверстий разного диаметра без накернивания комплект сверл позволяет использовать разнообразные комбинации отверстий и безоусенец в наборе идет три сверла от 4 до 12 с 5 ступенями от 3 до 12 с 10 ступенями и от 4 до 20 с 9 ступенями сверла идеально подходят для сверления отверстий стали до 4 миллиметров а также сверлит медь алюминий пластик дерево и ламинат сверление отверстий в металле желательно начинать с небольшими оборотами от 120 до 250 оборотов в минуту либо использовать охлаждающую жидкость для долговременной службы сверла для начала я протестировал сверла на дереве потом наделал дыр в пластиковой трубе и под конец в квадратной металлической трубе толщиной стенки в 4 миллиметра со всеми препятствиями сверла справились вопрос только в том как долго они прослужат если сверлить ими постоянно металл в работе с другими материалами типа дерево пластик алюминий иметь то сверла прослужит конечно долго тут сомнений совсем нет а вот насчет металла нужно смотреть по факту но пока что сверлами вполне доволен набор юного электроника паяльщика но и уверенным ребятам в этих делах тоже стоит присмотреться сам набор поставляется в органайзере внутри которого находится цифровой тестер мультиметр паяльник с регулировкой температуры и несколькими жалами кстати один из лучших китайских паяльников припой в коробочке для пайки пинцет который пригодится при мелкой пайки стойка под паяльник олово отсос небольшая отвертка с набором бит и специальные устройства для чистки и изоляции проводов разного диаметра вообще без понятия как она называется напишите название в комментариях если знаете слову сказать полезная вещица цифровой мультиметр представляет собой компактный вариант тестера предназначенный для работ по измерению напряжения сопротивления и силы тока помимо основных функций он может помочь в тестировании диодов и транзисторов прозвонки соединений и тесте батареек устройство работает от двух батареек для их смены надо отвинтить и снять заднюю панель тестера если заряд батарейки будет подходить к исходу то на дисплее появится специальный значок который уведомит об этом так прозвонить мы данным тестером прозвонили а теперь давайте замеряем ток как у нас покажет значит заверяем сначала топ сети и того у нас показывает сколько 222 вольт есть а теперь у меня в гараже есть заземление и сейчас посмотрим сколько будет земля отдавать такая земля выдает тех же 223 допустим вот то есть в принципе напряжение у меня сетик хороший и данный тестер работает хорошо на самом деле я уже данным тестером месяц или два он пришел ко мне давненько я вам уже только сейчас показываю вот и я с этим тестером сделал у себя в гараже всю проводку на верхнем этаже так что в принципе тестер классный могу рекомендовать как бы мне нравится все работает все отлично что же касается паяльника то он прям годный прям зачет расстояние от ручки до жала меньше чем у классических паяльников что доставляет комфорта при работе и позволяет лучше ощущать деталь но одно из самых больших преимуществ это регулировка температуры жала на данный паяльник можно устанавливать как медные так и стальные но только 900 м жала луженые и готова к работе паяльник подойдет как любителю электроники так и профессионалу ремонта благодаря легкой замене жал и регулировки паяльник охватывает широкий спектр работ начиная от пайки smd компонентов микрофонов динамиков коннекторов в смартфонах и планшетах заканчивая пайкой конденсаторов на материнских платах нагревательный элемент керамический жала одевается непосредственно на нагреватель благодаря чего минимизирует потери тепла и сокращает время разогрева жала паяльника имеет популярный стандарт жал 900 м который широко используется в паяльных станциях что гарантирует доступность и широкий выбор жал начиная от иглообразного и до 5 миллиметров в диаметре набор из 6 сверел с извинковкой для обработки отверстий и снятия фасок работать ими можно в пластике в дереве алюминии и в других нетвердых материалов правда протестировать пришлось только в дереве и фанере сверла диаметром 6 8 9 12 16 и 19 миллиметров сделаны из hss стали как пишется в магазине это высокоскоростная сталь hss и у нее титановые покрытия от китайцы выдумщики конечно есть шестигранный хвостаик что упрощает использование сверел вообще эти сверла предназначены для сверления отверстий в вышеперечисленном материале и скрытие шляпок шурупов или саморезов чтобы они не выступали для не шлифованного дерева такие сверла не нужны но вот для работ с мебелью и сверление в мебельной фанере то это нужный инструмент и последним испытуемым ко мне на стол попал набор из 25 сверел по металлу из быстрорежущей стали hss но сталь возможно и быстрорежущая но вот углы под которые заточены сверла до самой жопы извините приходит комплект в металлическом футляре в котором при транспортировке половина маленьких сверел валялась по всей коробке ну а то не критично с виду я думал что сверла будут годные но тесты показали что их нужно перетачивать под нормальные углы а то из коробки они толком то и не сверлят маленькие еще более менее как то что то там сверлят а вот с большими просто беда в общем говорить много тут нечего давайте сами на все и посмотрим и 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 я скажу так некоторые сверла нормально сверлят а некоторые нужно перетачивать вот можно посмотреть что сверла у сверла нету правильного угла как я понимаю и он плохо сверлить так что данные сверла рекомендовать как бы я не могу сверла заявлены что они с быстро режущей стали как я понимаю но они они у них нету нужного угла чтобы они хорошо сверлили по крайней мере у сверла 8 с половиной тут сталь HSS заявленная короче сверлит он плохо давайте в принципе попробуем еще одно сверло пусть это будет самое большое вот самое большое сверло сейчас попробуем может я ошибаюсь но мне кажется что оно также будет плохо сверлить самое большое сверло на 13 по тому же отверстию сверло вообще не сверлит просто от слова прям вообще не сверлит также нужно видеть что угол как бы не соответствует нормальному для сверления так что опять же подтверждаю что данный набор сверл советовать не могу маленькие сверла еще как то более менее сверлят большие же прям вообще ни на что не годятся вот так вот такие друзья были сегодня у нас интересные и возможно вам полезные товары мне они точно пригодятся эти инструменты в гараже могу почти все советовать кроме конечно же вот этих сверел что то они печальные оказались я возлагал на них надежд побольше придется в принципе перетачивать и задавать угол самому сверла с комплекта толком не сверлят а в основном что ступенчатые сверла что зенкера что вот этот замечательный набор могу советовать мне очень пригодилась во многих в ситуациях эти предметы меня выручили и в общем для гаража для для любого мужчины я думаю эти предметы эти инструменты будут полезными так что если вам какой-то инструмент из этого ролика нужен ссылочки будут в описании магазин new chick там можно все заказывать уже не одна посылочка приходила все хорошо спасибо за просмотр обязательно пишите в комментариях пригодится вам что-то из этого видео вообще или нет или вообще вам нафиг не нужно и вообще что вам понравилось а может у вас уже что то есть в наличии и пишите свой отзыв как оно вам как данный инструмент вам дальше будет много много интересного мне уже на обзор пришел песка струй с китая пульверизатор для покраски с китая осталось только купить компрессор и в общем дальше будет много интересного а пока что спасибо за просмотр хорошего вам дня или вечера и пока пока